Уймоца и Сына, и Духа Светого. Аминь. Здраво, Мария, и Господин с Тобом. Благословлена Тими жужженами и благословлене плод в утробе Твоя, Иисус. Святая Мария, Матка Божья, моли за нас грешне, ныне и вводено смерти наше. Аминь. Славо Отцу и Сину и Духу Светому. И ныне и по всяк часу и на веке вечне. Аминь. Кролица мира. Моли за нас. Мой Матка и Сина и Духа Светого. Аминь. Радостен сам, да Сандоша Оудье. Я рад, что пришел здесь. Кад Сандоша Оудье, мое сердце яко почало плакать. Когда я приехал сюда, мое сердце начало сильно плакать. Да видим, как он тяжко живет. Потому что я увидел, как тяжело вам жить здесь. Зато Сандоша Оудье, да вам кажем оно, что я Господин учил в моем животе. И поэтому и приехал, чтобы рассказал о том, что Бог Господь сделал в моей жизни. Как я познал Господа. Я родился в католическом семье. Я первородный сын. У меня два брата и еще две сестры. Тако да нас има пять. Значит, нас пять. Я родился на селу в семье. Во время, когда я родился, было очень тяжело. Когда мы ехали сюда по этих ваших дорогах. Такое было мое время, когда я родился. Это было так и у нас, в то время, когда я родился. В моем животе, в начале, было очень тяжело. Мы боролись за жизнь, чтобы было достаточно чего есть. По некий путь, он сам один путь на день ел. Иногда даже только один раз в день кушал. И это было только один комадчик куха. И это было только маленький кусок хлеба. И отец я видел, что нужно принять за обитель. И папа видел, что надо заботиться о семье. Почел я родиться в городе. И начал работать в строительстве. И в то время, когда он работал в строительстве, в нашей обители было немного более. В нашей семье начало быть немного лучше. Когда я имел 7 лет. Когда мне было 7 лет. Мой тата я в городе пал 5 метров до вина. Мой папа упал из высокого здания, 5 метров высоко на землю. Пукла моя голова. И разбил голову. Павил в кому. И упал в кому. И возили с его в больницу. И когда его отвезли в больницу. Бака, деда и мама и я молились мокрунице. Бабушка, дедушка и я молились разари. Единственное, что я хотел, чтобы мой папа пробудился. Плакал сам часто. Нисам желал, чтобы изгубить своего отца. Я не хотел потерять моего папу. И через месяц. Мой тата се пробудил. Мой папа пробудился. Я был тогда очень-очень счастлив. Имал сам 7 година. И тогда в наши обители начались проблемы потешкости. И в то время начались в моей семье проблемы и трудности. Мой тата почал пить алкоголь. Мой папа начал пить алкогол. За то, что нечто не доброе было в неговом мозге. Потому что что-нибудь не было хорошо в его мозгах. И с алкоголом се тешил. И утешался алкоголом. Я сам отешал, побегал у соседа. Я убежал к соседам. И когда я вернулся, добил сам батино. Меня удрал. И это было изданно, отданно, аж горе. И это было изо дня в день хуже и хуже. И постепенно это давление, это насилие возрастало в моей семье. Между 7 и 10 година. Между 7 и 10 лет. Често путапуно сам бил туча. Меня часто избил. Отец меня прогонил с ножом. Папа гонил меня с ножом в руке. Секером. И секирой. Моторном пилом. И пилой моторовой. Ланак. И канатом. И плакал, я не мог спать. И я плакал, я не мог спать. Когда мне было 10 лет, я полностью потерял смисль жизни. Желил сам урадить суицид. Я хотел покончиться. У меня больше не было сил жить. Мама меня любила, обняла. И у меня была материнская любовь. И тогда я ушел там, где сено. И хотел из крыши броситься вниз. Убить себя. А что-то задержало меня. И Богу хвали, да не соминься убил. И Богу спасибо, что я не убил себя. В основной школе я очень тяжело учился. И у меня были самые плохие отцомки. Когда я ушел на религию, таму мы учились о Боге. И я уже сердился на Бога. Почему у меня такая тяжелая жизнь? За что меня отец стучит? Почему папа меня бьет? За что у меня как ребенка это происходит? Ни сам добил отговора. У меня не было ответа. И в основной школе, когда я имел 12 година, когда мне было 12, ни сам добил новца за школу. У меня не были деньги, чтобы учиться дальше в школе. Ни сам новца добил за отделом. У меня не были деньги на одежде. С этими руками. С этими руками. Почел я с 12 година родить. 12-летний начал зарабатывать деньги. Почел я собирать гливы. Я собирал гливы. На державном посетстве собирать ягоды, яблок. И собирал ягоды и фрукты разные, чтобы продавать. И чтобы что-нибудь зарабатывал. Для того, чтобы закончить школу. Как дитя, я был очень закрыт в себе. У меня были ночные моря. Нисам могла спать. Я не могла спать. Увих я думал, что папа убьет меня. Когда я имел 14 година, я хотел убежать из своего родного дома. А нисам имел каму. А не было куда. Код куточа мне было очень тяжело. В моем доме мне было очень тяжело. Све, что не было хорошо, был сам я крив. То, что не было хорошо, все за все был виноват только я. И когда я закончил основную школу, я убежал со своими друзьям в среднюю школу. И я просто убежал к этим моим друзьям и веровал, что они мне поможут, чтобы я с их помощью, благодаря их помощи, закончил и среднюю школу. Когда я вернулся из среднюю школу домой, не было времени учиться. Потому что надо сидеть на трактор и работать и работать в поле. И работать около дома. И нисам могла глядать, как я тата почаил учить мою мать. Я не мог смотреть на то, как мой папа был маму. Мое сердце меня очень сильно болело. Когда я закончил среднюю школу, я едва ждал, чтобы уйти из дома. И после этого я начал работать в одном месте. И там я начал работать в 8 часов. И добил я одну старую куточку. И у меня был, я получил такой старый дом. От понедельника до пятницы. И в этой старой куточке мои приятели были штакоры и мишеи. И в этом старом доме были только крысы и мишеи. А имел сам мир. А у меня был мир. Тай господин меня пустил греянья. Этот господин этого дома не включил в меня отопление. А я был счастлив. Когда я вернулся домой, мне было очень тяжело вернуться домой. Потому что всегда была драка и ссори. Има сам комплекс манья вредности. Я очень некрасиво видел себя. Я не видел смысл будущего. Бил сам я как плашлив человек. Я был человек полный страха. И после того, когда я работал там, для меня был важен только деньги. И я так думал, что деньги меня сделают счастливым. Так было, что я не умел читать. Има сам грешка о речках. У меня была ошибка в произносении слов. Има сам много времени. И отшел сам в книжарную. И так и шел в библиотеку. И там он отложил библию. И еще одно я вам забыл сказать. Когда я закончил основную школу, я больше не ходил уже в церковь. Потому что я считал, что Бог виноват за то, что у меня такая тяжелая жизнь. Как много молодых в Словении от основной школы от устой от церкви. Так как и в Словении видимо часто многие молодые люди после основной школы не идут больше в церковь. Так как я был между ними. И я был среди них. И поэтому мне тяжело. Особенно мне жалко того времени, когда я не ходил в церковь. Когда я отложил библию. Я не понимал, что я в библии, что пишет. Я не понимал, о чем пишут в библии. Почел сам читать старый завет. Я начал читать ветхий завет. А в старом завете были кровь, борьба и битки. А в ветхом завете была кровь, борьба. Бойны, конфликты. И нечто мне привыкло на читание Божьей речи. И что-нибудь притягивало меня читать Слово Божье. Полако сам нашел утеху в Божьей речи. Постепенно я находил утешение в Божьем Слове. Почел сам вапить за Божью речью. И я начал жаждать Божье Слово. Так как и каждый день, когда я пробудил, и так каждым утром, когда я пробудился, ведь сам размышлял, как же дочерь время, да чу читать Библию. Уже только-только ждал, когда будет момент прочитать Библию. То есть были первые тренуции, как Бог почел полако звать назад. Это были первые моменты, когда Бог медленно начал меня звать к Себе. Я то не сам разумил. Я этого не понимал. И там, когда я работал, моя майка отшла в Меджугорье. Моя мама уехала в Меджугорье. И когда я вернулась обратно, она была счастлива. И начала мне говорить о Меджугорье. Как там Мария является. И как она является еще. Как она пережила мир. И как она добила снагу, чтобы носить этот тяжелый крест. И после этого Мама меня позвала, чтобы я тоже поехал в Меджугорье. А я то не сам веровал. Я не веровал этому. И мне майка после платила твой путь. И мама позднее мне заплатила эту дорогу. Брат меня с мотором возил на бус. И брат меня отвез на моторе в мотоцикле на автобус. У меня не было документа. Нисам взял нищего с собой. Я не взял ничего с собой. Заборавил сам путовнице. Я забыл паспорт. И на пути была киша. И на дороге был дошть. Тако да я был полностью мокрый. И когда дошли на бус. И когда я сел на автобус. На том бусу. На автобусе. Я сам желал отече. Из автобуса я хотел уходить. Бежать. которая водила то ходочащие. И женщина которая организовала это паломничество. Кажала ако ты Мария позвала она че все средите. Сказала если Богородица пригласила тебя она обо всем позаботиться. Я не знал какая Мария. И тогда я остался. Била Словенская граница. Проехали границу Словении. Хрватия. Хрватская граница еще один путь. И Босанская. И потом боснийская. И нигде не проверяли меня. И когда приехал в Меджугорье я видел много людей которые молились исповедуются. И потом я пошел на исповедь. Единое что я пережил это был мир. Это был мир который длится один месяц. А на автобусе когда мы ехали в Меджугорье был один человек мир который молил крониться. Он измолил первую кронику а мене было все досадно. Он помолил с первой разари а мне было так скучно. И когда заканчивала с первой разари я едва ждал когда закончится. И когда закончил первую начал вторую. Я уже немножко начал сердиться на него. Я ничего не молился. И он измолил друга кроника и начался третий разари. Бил сам только люд гневался что хотел его ударить. У меня был он уже проходил превыше головы меня. Это ненормальный человек. И после того как вернулся обратно из Меджигория домой я продолжал старой жизни. Я читал Библию. человек пришел однажды в воскресенье посетить меня. И спрашивал есть у тебя время? Я ответил да имею. И сказал приди ко мне и что-нибудь увидишь. Я спросил куда мы идем? и он не хотел сказать куда. Вы можете заходить и спереди сюда. Давайте вы которые там сзади можете пройти сюда здесь места свободные. Да. И меня возит в церковь. и везут меня и он меня отвез в церковь. А я был только люд за что ты меня возишь в церковь. И я сердился почему ты меня везешь в церковь. Я не любил Бога. Я сердился на Бога. Потому что я думал что Бог посылает эти трудности тяжелые вещи. И там была молитвенная группа собрания. Это была молитвенная группа харизматического движения. Они там прославляли Господа поднимая вис руки. И пели Аллилуйя. они взяли сви дрогу. Это ненормальные люди. Потому что я смотрел на них по-другому. И након того я не желал больше дать так в сусреде. Я больше не хотел участвовать на таких собраниях. и я решил не буду туда ходить. И этот человек пришел и в четверг. И когда пришел в четверг пригласил меня на кофе. И я иду с ним. Это было в конце октября. Он меня отвез в церковь. и был настолько рассерден даже хотел ударить его. Догодило се при церкви когда я за уставил и когда он остановился перед церквей и скотчил и я сам скотчил и он закручил авто и он закрыл машину было минус 5-6 градусов и он не осталось другое только идти в церковь. Оставил сам себя назад на врата и наслонил на врата. И я там опрелся на стену и стоял при дверях. Едва ждал когда все закончится. И в конце этот священник в Духе Святом поднял руку и сказал кто среди вас может посвидетельствовать какое-нибудь чудо что Бог сделал в его жизни. И поднимается одна женщина около 50 година приходит к микрофону и свидетельствует и ее свидетельство настолько сильно коснулось меня она сказала я полностью простила своему мужу который меня обманул с другой женщиной сломил меня два раза сломал руку сломил меня ногу сломил меня ногу а я сам потпуно простила я полностью ему простила только было радости на ниже лицом на лице на лице на лице и любви я сам так припознал свое потешко чу и тогда я увидел свои трудности свою проблему что я должен простить своему отцу это меня настолько сильно коснулось я боялся этого священника потому что этот священник возлагал руки на тех кто больной и некоторые упали и стали лежать в Духе Святом и я это не понимал я думал что это гипноз и я хотел спросить этого священника как простить и я спросил его и он улыбается и говорит сын мой молись а я забыл молите отче наше здравое марио а я забыл молиться радуйся и отче наше я не знал молите и дал мне молитвенник и дал мне молитвенник и я начал учити отче наше и отключил сам да сваки дан измолите один отче за опрощение своем отцу и я решил каждый день молиться один раз отче наше за дар прощение моему отцу потому что это свидетельство настолько сильно коснулось меня я начал опять ходить на эту молитвенную группу еженедельно слушал слушал там свидетельство что Бог сделал в их жизни видел радость этих людей и желал что Бог что сделал и в моей жизни и там когда священник молился за меня я плакал как маленький ребенок и когда я начал молиться за своего папу отче наш пункта со мне долазили лоши мисли нисам был собран а тата мой отшел на лечене алкоголичара али как я вернулся мало времена было добро немножко было хорошо одно время а после того я почел пить алкогол и после этого периода опять начал выпивать и након година дана молитве молитве и молитвене заеднице дошло время наступило время когда я начал возвращаться в церковь я начал еженедельно в воскресенье приходить на месу и на меси мне уже больше не было скучно потому что в меси я начал слушать Божье слово и в то время я решил больше не буду молитв отче наш и тогда сам молитв сваки дан кронико а решил молитв один раз сваки дан за прощенье как сам молил за прощенье и как я молил за прощенье дво 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 свечи дво крест одни крест клетнио на колена стал на колени и начал молиться разари. Прва особна разари, кое я помолился, длилась два часа, больше чем два часа, потому что я потерялся. Я не знаю уже, как я радуюсь. А Богу сам обещал, что буду молиться до тех пор, пока не прошу своему отцу. Это не было легко. Часто я хотел перестать молиться. Мне было тяжело. И за дня в день стало немножко легче. Моя главная цель была простить моему отцу. А Господь не давал этого дара прощения. О то время отец идет другой путь на лечене алкоголичара. И тогда папа пошел второй раз лечиться, освободиться от алкогола. Наком месяц дана се врате. После месяца возвращается. И ось горе е било код куче. И было еще хуже дома. Когда я дошел код куче, сви смо били криви, да он бил у налечения алкоголичара. Когда он вернулся домой, ми все били виновати, за то, что он должен был лечиться. Узел секиру. Взел секиру. И прогонил нас. И нападал нас. Често пута сам могла спавати на горе, на сено, между крабами. Я часто спал с коровами на сене. Я не желал спавати внутрь, я боялся жить, быть дома, потому что переживал он убить меня. Единственное утешение в то время было разари. Божье слово, чтение Библии. Молитвенная группа и святая меса. И так прошло, година и поль молите за потпуно прощение своему отцу. Пуно пута сам дошел внутреннюю кушнью, да престанем. Много раз я чувствовал такое искушение перестать. Потому что всегда, когда я молился, было еще хуже. И так в молитве пришло такое открытие, да не е довольна молите. Не хватит только молиться. Да требам казати своему отцу, да му опраштам. Я должен сказать моему отцу, что я прощаю ему. Я то не могу. А я это не могу. Потому что в моей голове происходил этот фильм в моей жизни каждый день. Как я бесценный. Честно пута сам соосвечал яко отбаченого. Как я чувствовал себя отброщенным. Бил у меня страх. Я боялся. Нисам имал визиу будущего. У меня не было будущего. Молил сам на молитвене заеднице, да молил за меня. Я просил молитвенную группу, чтобы молила за меня. Потому что я не мог прощать. И молил сам. И я молился. И после этого, через месяц, пришло настолько много благодати, что я мог подойти к отцу. И сам пружил саму руку. И подал ему руку, сказал. Поглядал в негове очи. Посмотрел в его глаза. И сказал, тата, я тебе данас подпуно опраштам. И сказал, папа, сегодня я тебе полностью прощаю. Жал мне, что ты не сам пощивал. И мне жалко, что я не уважал тебя. Что ты не сам слушал. Что я не слышал тебя. Что ты не сам любил. Что я не любил тебя. Что я не делал то, что ты заповедовал мне. Тата, я тебе подпуно опраштам. Папа, я полностью тебе прощаю все. Тата, я думал, что прощение и все. А линия. А это не так. Это был только начало пути прощения. У том примеру, много людей бы перестало молиться. В таком моменте много людей бы перестало молиться. А я в то время решил молиться два раза. Нормально, как молодой парень, для того мне нужно один час времени. Много времени я терял смотрел телевизор. Смотрел фильмы. И когда я начал молиться. Я сам желал попутно простить. Потому что я хотел полностью простить. И полако со тихи фильмов отлазили от меня. Потихоньку эти фильмы удалялись от меня. И не было легко. И это не было легко. Зато часто путем со мне дошли мысли, да никогда нечет дочь до прощения. И так часто приходили мысли, что никогда не произойдет прощение. И искушения в молитве были очень сильные. Потому что не было плодов. Единственной поддержкой была молитвена заедница в то время. Свидетельство их жизни, что Бог сделал в их жизни. И как они были упорствующие путем за Господом. Можно споем сейчас одну песню и сделаем короткий перерыв песней. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Я сказал Иисусу, буду молиться так долго, пока полностью не прошу. И я остался верный этому решению. И после одного года, в то время я молился два раза, я еще не молился с радостью, я молился только, чтобы пришло прощение, потому что меня очень сильно болело мое сердце. И в то время пришло откровение в молитве, что я должен сказать моему отцу, что я люблю его. И тогда я начал сориться с моим Богом. И сказал сам, отец меня никогда не любил. Никогда не сказал такие слова, я люблю тебя. И я в то время просил Иисуса Христа, чтобы излечил мое сердце от недостатка отцовской любви. В то время тата идет третий путь на лечение алкоголичера. В то время мой папа пошел третий раз лечиться от алкогола. Бил я пар дана и побегал. Был там три несколько дней и убежал оттуда. И когда я дошел к от куче, было яко тяжко. И когда я пришел домой, было очень тяжело. И я просил Господа за этот дар прощения. Часто ночью плакал. И в то время, пособенно время, когда я по лакосе вратил пред Пресвятый Сакрамет Евхаристии. И в то время я потихоньку возвращался к святым дарам, к Евхаристии. Потому что в молитвенной группе часто организовали ночное поклонение, адерацию. И тамо сам, когда я был свакий месяц, один путь, и когда это организовали ежемесячно одну ночь, я только ждал, чтобы прийти к Иисусу, поклоняться Ему в святых дарах. Тамо сам добил мир. Там я обрел мир. Утешение. И любовь. И након четыре тьедна. И после четырех недели, я пошел к Цу. Пружим ему руку. Поглядамо га в негове очи. Посмотрел в его глаза. И скажем, тата, я ти данас потпуно опраштам. И сказали ему, папа, я тебе сегодня полность упрашиваю. Жал ми е, что те нисам пощивал. Мне жалко, что я не уважал тебя. Что те нисам слушал. Что я не слушал тебя. Что те нисам волю. Что я не любил тебя. А желим тебе, тата, дана, сказать. И папа, хочу тебе сегодня сказать. Било ми яко тежко то казать. Мне было это очень тяжело сказать. Я с усечал нечто, некий притисок в горло. Потому что я чувствовал какое-нибудь давление в горло. Да ми не дадай изговорим те речи. Что-то сильно мешало мене не произносить эти слова. И казал сам, тата, ти си мой единый тата. И я сказал, папа, ти мой единственный папа. А я тебе волен. А я тебя люблю. Это было истинно с сердцем. Это было истинно с сердцем. И татя тата взял нож. И папа в то время взял нож. И сказал, сад хочу тебя убить как свиньо. И сказал, сейчас убью тебя как свиньо. Я сам побегал у своя особа. Я убежал свою комнату. Заключал врата. Закрил дверь. Он је отишел по моторно пилу. И он ушел взят пилу. А я сам први поту в живота отдигал оваку руку пред крыш. И я први раз в жизни поднял руки ко кресту. И почал за Исуса захваливати, хвалати Исуса, да мой тата е алкоголичар. И начал благодарить Исуса. Спасиба тебе, Исус, за то, что мой папа е алкоголик. Хвалати, да ме туче. Спасиба за то, что он меня бьет. Да сам я нища вредан. Што я ничего не стаю. Хвалати, Исус. Спасиба тебе, Исус. Я то нисам разумео. Я это не понимал. И догодило се е после того, да оттада напред очева речи више мене ни е повредила. Из того момента больше слова, грубие слова моего папи не раняли мене. А ни е дошло до потпунок опроштения. А еще не дошло к полному опроштению. Я видел, да еш горе постала сотация. Потому что ненависть возрастала. Почел сам молити сваки дан после того три круницы. После этого я начал молиться каждый день три разари. За дар опроштения. За дар прощения. Не было легко. Не было легко. Я че вам сада мало самоотворите духу непатне. Я только немножко вам открыл духовные страдания. И не можем превыше отворите. Потому что я не могу больше открыть. Или превелика. Потому что это очень-очень большое. В то время, когда отец мене не мог выше повредить с речами. Это было время, когда больше папа не мог меня обижать словами. Папа отшел в душе села около там, где живем. Папа ходил по селу, где мы жили. И начал говорить, мой сын е хомосексуалец. Мой сын е терорист. И начал говорить другим людям, мой сын е хомосексуал, он терорист. Мой сын е лоповый, мой сын е плачкаш. Мой сын е злодей, он крадет. И когда я пришел в магазин, все из магазина выходили вон. Она, которая работала там, продавчика, ставила вовеку главу и дала мне новость так назад. Смотрела так, и без того, чтобы посмотрела на меня, подала деньги, и я пошел. Что я чувствовал тогда? В то время в моем сердце очень большую боль и отброшенность. Единственное утешение была моя мама, которая обняла меня. И молитвенная заедница, которая молила за меня. И второе, что было очень тяжело, Я думал, наступила тьма, которая не существует Бога. Да се Бог макнио. Что Бог удалил се. Осветил се о молитве сухо. Я чувствовал в молитве суха. Да Бог мене не чуе. Что Бог не слышит меня. А единственное, что меня удалило на то время на живота, Су были четыре ствари. И то, что меня удалило в жизни, были четыре вещи. Прво, нисам перестал читать Библию, Божьи речи. Прво, я не перестал читать Библию, Божьи слова. Другое, что я молил, каждый день три крюнице. Второе, молил се каждый день три разари. Третье, да сам отшел на мису и часто пута предпределить сакрамет и исповедь. Третье, часто приходил на святую мису, причащался и поклонялся Иисусу. И четверто, молитвена заедница. И четвертое, молитвенная группа. То время было очень тяжело. В то время было очень тяжело. Было еще тяжелее, чем в то время, когда папа меня был. Нисам перестал молитв. Код куче со било еще яче тучни и повреденности. В доме были еще сильнее драки и обиди. Папа часто проклинял меня. И в то время, мој тата отишао четверти пут на лечен алкоголица. Папа пошел четверти раз лечиться от алкогола. Таму я был само пар сати. И был там только несколько часов. И побегал. И убежал. И когда убежал, было дома очень тяжело. И в то время, дошло и между молитвой одно опознание. И в то время, в молитве пришло одно откровение. Осетил сам рије, че твоя любовь ни е била у дјела. Я почувствовал слава, твоя любовь не била в дјелах. Да. Проявлена в дјелах. Знал сам, да то значи, да я требам загрлити свого отца. Я понял, што ја должен обњать моју отца. А мене отац никак не је загрлил. И менја папа никогда в жизни не обњал. И молил сам господина. И ја просил господа. В то время, мој тата је почео због алкогола, имаа церо за јетра други пут. И из-за алкоголизма мој папа заболјал, у ньво било цирхозис. Крв ја отишла на уста и на блато. И кров выходила з уст, плевал в болото кров. Психиатри сказали, да треба он сам одлучити, да престане пити алкогол. Психиатри сказали, что он должен сам решить перестать пить алкогол. Он ја бил алкоголича 22 година. Он был сильный алкоголик 22 лет. А лечники, он ја попил једну литру раки и више литра вина. Он выпил одну бутылку раки и больше литра вина. Это было очень тяжело смотреть. И в то время, когда был мир в доме, это было ночью в два часа, измолил сам, молил сам прије тога господине, помогни ми, да мога упростите. Я молил сам, господи, помоги мене, чтобы я мог простить. Прије нега мој отац умре. Прежде тем, че мој папа умрјот. Дојвил сам толку болу изнутра, болу в срце, да нисам могај. Я пережил настолько сильную болј в мојом срце и мне не удавалось. Желил сам упростите. Я хотел простить. А нисам имал снаге. А у мене не было сили. Све б јму казал, а нисам га мога загрлјте. Я все ему сказал, а не мог его обнять. Я често слика ток живота, ток односа между мене и тата била тежка. Потому что картина этого отношения папа, я, это было очень тяжело. Сечен се, как саму ночью молјо. Я помню, когда ночью молјо. И измолјо полако, све три крюнице. И медленно помалялся все три разари. И отишао сам прямо шуме. И пошел в лес. И тата излази из шуме. Папа приходил из лесу. Осетил сам велики мир у својом срце. Я чувствовал большой мир в мојом срце. И ујек сам се бојал свог отца. Я всегда бојался мојого папи. А тада си изгубил страх. И в тот момент я потерял весь страх. Дошел сам до отца. Я пришел к отцу. Погледал у нјегове оће. Пасматрел в его глаза. И казал му, тата, я тебе потпуно опраштам. И сказал, папа, я полностю тебе опрашаю. Жал ми је што те нисам поштивал, што те нисам волио. Мне жалко што ја тебе не уважал и не любил. Ти си мој единствени папа. И желим ти казати да те волем. И хочу сказати тебе, што ја люблю тебе. Тада сам га са руку прију за главу. Тада ја положил руку на голову его. А нјегову главу наслонил на моје прса. И его голову положил на моју грућ. Я сам га загадлил. Я обнял его. А тата мене загадлил первый пуд. И папа обнял мена первый раз. Он ја почала смо обоица плакати, как мало дите. Ми оба начали плакать, как маленькие дети. От овог дана напред. От этого дня дальше. Мој тата ја пристал пити алкогол. Мој папа перестал пити алкогол. Двадедсетидве години бил алкоголича. Двадедсетдва года он был алкоголик. Двадедсетдве години нисам я нормально могал спавати. Двадедсетдва года я не мог нормально спать. От овог дана едни и други можемо се загадлить. С того дня ми можем друг друга обнять. Мир се вратијо в нашу кучу. Мир вернулся в наш дом. Он да, кад се отцу утворили, а очи ја желео све поправити. Када папе открыли з глаза, он хотел все исправить. Все, что ја уништил. Все, что ја уничтожил. Кад смо братја и сестре видели, како се тата и мама загадли. Када ми, братја, сестре, видели, как мама и папа обнимаются. Ми смо почели плакати от радости. Ми начали плакати от радости. И с того дня продолжается. Каже, синько, доджи, сине. Он говорит мне, сын мой, приди. И каже, доджи, да ты загадлим. Давай, хочу обнять тебя. С того дня ми могли обняться. Мој свакий сусерца отца им бью, загадляй. Каждая встреча с папой с тех пор обнятие. И то и было посвящение живого Бога. И это была встреча, посвящение живого Бога. Мој живот се почел путпуно менят. Мој жизнь началась полностью меняться. Кад сам путпуно опросил своју отцу. Када я полностью просил моју отцу. Я не пристал с молитвой. Я не пристал с молитвой. Ишел сам исту в церкву. Я ходил в церковь. Почел сам любити Христову в сакраменту Евхаристии. Я полюбил Иисуса в святих дарах альтара в Евхаристии. И тражити тј путь, Господине, што ти желеш? И я начал искать путь, Господи, што ти хочеш? У то време мир је бил в нашей куће. Мир уже бил в нашем доме. И како дубоко и снажно сам искусил твой Божий додир. Как сильно и глубоко я прочувствовал это Божье прикосновение. И не сам разумеја, зашто сам требаја патити 22 година. И я не понимал, зачем я должен был страдать 22 года. Нисам то разумеја. Я не понимал. Нисам добија отговора. Я не получил ответы. Због чега? Почему? И после того, как сам се залюбил у девушку. И потом, когда я влюбился в одну девушку. То, чё данас говорите после о званју, позиву. После обеда буду говорить о мојом призванје потом. А сада желим казати. А сейчас хочу сказать. Как сам постав свеченик. Когда я стал свеченик. И кад је дошла една жена. И когда пришла одна женщина. И кажа, я не могу опростите. И говорит мене, я не могу простить. Я свидетельствовал ей о мојом прощенје отцу. И тогда я спознал. Да бил потребан той путь. Что должен был я пройти этот путь. Да могу разумјати човјка, кој не опросте. Чтобы мог понимать людей, которые не могут прощать. Как он може опростить. Как это возможно. Зато вам желим казати. И поэтому хочу вам сказать. Не можете мрзити једне другое. Да не будите ненависти друг к другу. Често пута се питамо. Како потпуно опростите. Часто ми спрашиваем. Как полностю простить. Как опростите да буде мир у срце. Как простить да буде мир в својом срце. Да будуть је относи нормални отношения. Да будут нормальни отношения. Прво је важно да за човека, коју га мрзеш, или се лјуд на нега молиш. Прво је за того человека, которого ненавидиш, начни малица за него. Јер ми нисмо способни са својим људским снагама рјешити отношения. Патаму што ми своими человеческими силами не способни рјешати отношения. Јер требамо се обратити нашому господину Исусу Христу. И молити за дар полного прощения. Другу, ако је та особа жива, второе, если је та человек живе ёсчо, требамо дочи до те особи. Ми должны прийти к этому человеку. И казати той особи, я тебе опрашна. И сказать этому человеку, я прощаю тебе. Веруйте, кад се почне молити, почне се отваратит ова врата. Верьте Мене, када начните молитися, начинают открываться и эти двери. И да ту особу загрлеш и кажа, я тебе волем. И обними этого человека и скажи, я люблю Тебя. Можете све то очинити, и можда не дошло до потпунок упрощения. Может быть, и все сделаете, и не произойдет полное прощение. Ер Господин дае дар потпунок упрощения. А Бог даёт этот дар полного прощения. Зато ё важно, да не носимо в своём срцу мржния. Поэтому важно, чтобы мы в наших срцах не носили ненависть. И они хлоши ствари. И другие плохие вещи. Овако я хочу вам говорить едно снажно ствари, что я добро в наших межусобных относимах. Хочу вам сказать о том, что важно в наших взаимных отношениях. Прво, да у сваком човеку тражемо највище доброга. Прво, чтобы в каждом человеке искали то самое најлучшее. Зашто? Па чему? Зато, что о ньему живи Бог. Потому, что в нём живи Бог. Јер и нега исто створил Бог, као мене. Потому, что его сотворил Бог так, как и мене. И требам пронаћи то Господина в том човеку. И я должен найти Господа в этом человеке. Можда Иисус о том человеку пати. Может быть Иисус в этом человеке страдает. Пронаджи бар мало доброга у другом човеку. Найди хотя бы что-нибудь маленькое доброе в этом человеку. Поштивай Га. И уважай человека. И гледай Га со Божьими очима. И смотри на Него Божьими глазами. И увидишь, что будет хорошо. Другое. Да смо истински у комплиментима. Да будем искренни в комплиментах. Искренность је яко важна. Потому, что искренность очень важна. Иисус говорит, да истина освобожда. Иисус сказал, истина вас освобождает. Потому, что Иисус ест истина, путь и жизнь. Важно живите истинно. И е важно жить в истине. Третье. Да брзо признамо своје грешки. Быстро исповедовать своји грехи. Тежко говорить о својим грешках. А лако говорим о грешках другим людима. А лако говорить о грехах других людях. Бити понизан, то значи, да о својих грешках можеш проговорить. Бити смиренним, это означает, можеш говорить о своих ошибках и грехах. Оди имате свеченика. Здесь имеете свеченика. Кои исповедаю. Они исповедуют. Ако не сте били дугу на исповеде. Если ви не били долго на исповеде. Идите на исповеде. Идите на исповеде. Предајте Господину, што је оно тежиност и свог срца. А дайте Иисусу все, што тяжело је, тяжко је в ваших срцах. Четврто. Четврто је. Кад додђе до свађе. А нам будје сорок конференов. Будите перви, које опраштате. Будьте перви, које опраштате. А а нам злюбитио, ти дође до свађе до свађе, које опраштат. Если кто то насрђил тебе, а нам скажи. И так и молим се на меси. Тако молимо в молитве Оче наше. Так ми молим се и в молитве Оче наше. Како ми опраштамо другим людима, тако Бог нам опрашта. Как мы прощаем другим, так и Бог прощает нам. И реплод Духа Светога је любовь. Потому что плод Духа Светога је любовь. А не ненависть. И плод опраштения је мир. И зато важно да простеш. И поэтому важно, чтобы ты простил. Колко лепши је бити твой живот. Насколько красивее будет твоя жизнь. Насколько сильнее будет Господь действовать в тебе. Когда ми не прощаем людям, ставляем препятствия для благословения. Бог нас је благосливлят. Али препрека је може бити једна из межу препрека неопрощение. Одна из препятствий може бить непрощение. Пятое. Да смо свестни, ко смо о Богу. Чтобы ми осознавали, кто ми перед Богом. Часто путаўся догоди. Потому что часто бувае так. Кад люди лошо причаў о другим людьм. Когда люди говорят негативно о других людях. Он да се часто путаў, боў човек, что причаў другий човек о мене. Человек переживаў, боўся, что говорит другой о нём. Как смоўрит на мене. Что думаў обо мене. Хочу вам сказаў сегодня. Да је найбитний Божий поглед, како Бог тебе гледа. Самоў важный Божий взгляд. Как смотрит на тебя Бог. Како Бог думаў о тебе. И како Бог говори о тебе. И как Бог говори о тебе. Той найважный поглед. Это самый важный взгляд. Мария, Божья мајка Мария. Мария, Божья мајка Мария. Има три погледа. Имеје три взгляда. И тои три погледа и со важни за наш живот. И эти три взгляда очень важны на нашу жизнь. За Мария и очима гледамо нашу прошлость. С Марии, с глазами Марии смотрим на наше прошлое. С благодарностью. Да смо захвалињ за все, что смо прошлое у нашей прошлости. Благодарны за все, что мы прожили в нашем прошлое. Да се можемо захвалите. И можем благодарить. Чак и за тежке тренутке живота. Даже и за тяжелые моменты жизни. Да садачно живимо и с Мария погледом радосте. Чтоб в настоящее время жили с улыбкой, радостью. Колко люди да нас долази на сакраменте, а као мисли да Иисус умрел, да дошли на Иисуса спровод. Сколько людей приходит, например, на причаще или к святостям, такие грустные, как бы приходили на похороны, как бы Иисус умрал. Иисус радує радостно, к кое долази да смо радостны. А Иисус радуется, радуется, когда мы приходим к Нему. Будьте радостны верующие. Радуйте се, када идете молять. Радуйтесь, када идете молиться. Кад идете на мисо. Када идете на мисо. Радуйте се, када дочите о Божьей присутност. Радуйтесь, когда приходите в Божье присутствие. Поэтому важно осознавать, что мы в Боге являемся Божьими детьми. И Божье детство это чудесное. Через таинство крещения мы в Божье детство и Бог любит меня. Шестое. Да знаму истинску служить. Шестое. Шестое. Да знаму истинску служить. Шестое. Чтобы мы истинно умели служить. Потому что человек счастливый, когда служит. Когда можешь служить, тогда ты полезный и ты можешь быть счастлив. Има велико могущество и пуно могущество да можем служить. Есть много возможностей как служить. Поглядите само за время дорожка. Посмотрите, например, во время завтрака, как вы можете посложить талерки. Другое. Поглядите ово церковь. Второе. Посмотрите в эту церковь. Как вы имеете дар, можете почистить, можете украсить. Если имеете этот дар, можете очистить, можете украсить церковь. Потому что Иисус при последней вечере умил апостолам ноги. Омил ноги апостолам. Учитель умил ученцам ноги. Учитель омывает ноги ученикам. Это великое чинство. Это большой жест. Это дело смирения. И делай, твори добро, чем больше при Божьей благодати. И будешь больше счастлив. Седьмое. Да можно от каждого человека научиться что-то новое. Меня часто, как священника, спрашивают, а что это значит, что это значит, научиться что-то новое от человека? Как бы я научил от одного алкоголича? Что я могу научиться от алкоголика? Очень много. Алкоголич, когда наливает чашу, что он размышляет, о чем он думает? Он размышляет, какое доброе вино, какого чего попить. он думает о том, как это вино вкусно и как он будет его пить. И да никогда чаша не би била праздна. И чтобы стакан никогда не был пустой. И как попье одно, и выпивает один, наливает уже второй. И так в период, чем больше, больше выпить. Ако бы мы так размышляли о нашем Господе, о Иисусе Христу, если мы будем думать таким образом о нашем Господе, Иисусе Христе, например молитве, когда мы помолимся, уже думаем о том, как помолиться вторую, третью, четвертую молитву. Когда мы пришли на месу, уже думаем о том, как прийти на следующую. Поэтому важно всегда мы можем учиться. Когда человек учится, он живет. Восьмое, как Павел говорил, всегда благодарясь за все ствари. Так как Павел говорил, всегда благодарите за все благодарите. За доброе и лошее. За хорошее и плохое. Человек часто захвалит только за то, что было красиво и хорошее. А я добро, да сами захвалим Иисусе за оно, что я лошее. А хорошо благодарить и за то, что было плохое. Потому что благодарение Бога значит велико. Это большое значение. И когда болит тебя рука, скажи, Богу, хвала, что у меня болит рука. И когда болит тебя рука, скажи, спасибо, Боже, что у меня болит рука. Потому что не болит тебя нога, зубы и уши. И захвалися Богу. И благодари Бога. Кажи Богу, хвала за твой дар, когда ты на миссии, да се захвали за Евхаристию. И скажи спасибо Богу, когда ты на Евхаристии. Благодари за это. И да Бог тебе любит. Бог любит тебя. Бог желе жить в твоем сердце. Бог хочет жить в твоем сердце. Обновите молитвы по обителям. Обновите молитвы в ваших семьях. Оночет, ваше обители, више бити Божьи. Тогда будут ваши семьи больше Божьи. Више чето имати заедничество и мира. Больше будет у вас общение и мира. И више че бити оного, что Господь желе да буде в вашем сердце. И будет больше того, что Господь хочет да будет в ваших сердцах. Желем вам казать, хочу вам сказать, любите Христа. Любите Иисуса Христа. Любите Марию. Потому что никто вас не может так красиво и хорошо любить, как Господь и Мария. И Бог всегда идет с нами. Я сейчас закончу это свидетельство. Да сам након 10 година, когда я после 10 лет работе осветил почувствовал что я опять должен вернуться в основную школу. А не понимал, почему. И забралио сам, не могло добре учити. И я забыл и не мог хорошо учитися. И одно, что сам се залюбил у Иисуса Христа. Я влюбил са в Иисуса Христа. И прежде школе сам отишел пред Табарнака. И перед школой я пошел перед альтар. И таму клекнио. Перед дарахранительницу стал на колене. И молил Господина помогни мне. И просил Господа помоги мне. Я не знаю учить. Я не умею учиться. Я слишком глуп. Я слишком глуп. И не могу учиться. И не способен учиться. Единно верю что только Ти мне можешь помочь. И так и было. Затом вам желаю сказать устраивать на пути за Господину. Хочу вам повторить будьте постоянные на пути за Господом. Тражите Божью волю. И ищите Божью волю. И я верую что Господь будет вам открывать. Потому что кто стучит кто ищет и кто молится. Господь отворит сердце. Господь открывает эти сердца. И когда я полностью просил моего отца я тогда стал другим человеком. У меня Бог воскреснул. У меня Бог живет. А живет у каждого человека. Воли га люби га. Аминь. 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 ГОВОРИТ Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон»